Текстильная промышленность на втором месте после нефтедобывающей, среди индустриальных загрязнителей окружающей среды. Объем ежегодных отходов составляет 92 миллиона тонн. Какие есть последствия и пути решения экологической катастрофы от объема нашего гардероба для последующих поколений, разбираемся в следующем сюжете. В 1960 году с целью поддержки хлопковых плантаций на территории Узбекистана и Казахстана было изменено течение двух рек, впадавших в Оральское море. Это привело к тому, что от него почти не осталось и следа. Фактически вода разбиралась на многочисленные так называемые ереки, на многочисленные водоемы, которые потом использовались для хлопководства. И вот сейчас получается, что эти территории, которые были разобраны, то есть вода была разобрана с этих двух крупнейших рек, эти территории вполне процветающие, там и рыбу ловят в этих озерах, ериках, а озеро море Орал перестало получать почти с 1990 года вообще никакого питания. Человек сам решил взамен на хлопковую одежду высушить или просто выпить целое море. Никогда влажный прибрежный климат сменился резким, засушливым. Пример Оральского моря, он очень печальный, он пример для всей планеты. Это вообще-то мировая трагедия, это трагедия планетарного масштаба, потому что долгое время даже не знали, как эту проблему решать дальше. На высушившем дне регулярно возникают пыльные бури, которые разносят соли, яды и пестициды. Конечно, не только производство одежды выпило Оральское море. Можно сказать, что развитие хлопководства является одной из доминирующих причин, но вкупе необходимо добавлять и ряд других факторов, как использование водных ресурсов в целом в агропромышленном комплексе не только Узбекистана, но и Казахстана. Каждый год со дна моря поднимается более 75 миллионов тонн пыли, ядовитых сульфатных и хлоридных солей. И это цена захлопковой плантации, которую поддержали в 60-х годах. Многое ли изменилось в 2020 году? Текстильные фабрики продолжают сбрасывать необработанные химикаты в реки. Это ядохимикаты, используемые главным образом для покраски тканей, сделали большие части крупнейших рек, такие как Читарум в Индонезии и Джузян в Китае, непригодными для рыболовства. Каждый новый случай, скажем так, загрязнения реки или уничтожения или засыпки просто приводит абсолютно к такому, скажем, негативному восприятию, потому что, понимаете, понятно, что это преступление перед человечеством в будущем. При окрашивании тканей в производстве синтетики выделяются вредные газы. Так, в 2015 году выбросом этого сектора промышленности производство одежды составили 1,2 миллиарда тонн парниковых газов. Это больше, чем за тот же период произвели все самолеты и корабли в мире. На протяжении 15 лет продажи одежды по всему миру выросли вдвое, в то время как срок ее службы резко сократился. Сейчас проблема состоит в том, что часть вашего гардероба уже через несколько лет может оказаться в мусорке. По данным Greenpeace ежегодно, объем отходов модной индустрии достигает 92 миллионов тонн. Производство многих синтетических тканей негативно влияет на окружающую среду. Например, нейлон при производстве влечет к выбросам закиси азота, которые являются парниковым газом, что в 300 раз более мощнее, чем углекислый газ. Наиболее токсичными являются всевозможные химические реагенты, как красители, фотореагенты, отбеливатели, то есть различный ряд ксенобиотиков, которые не существуют в природе и которые труднодоступны для биоразложения в естественных условиях. Как наша одежда загрязняет мировой океан? Полистер, одно из самых популярных волокон, используемых сегодня в моде, содержится примерно в 60% одежды. Из этого материала делают спортивную форму платья, брюки и куртки. Полистер хорошо сохраняет цвет, быстро сохнет, держит форму, при этом разлагается сотни, а то и тысячи лет. Этот материал расщепляется в стиральных машинах, что приводит к накоплению микропластмасс в водных системах. Сейчас производство одежды на втором месте среди индустриальных загрязнителей окружающей среды. Это в мировом масштабе. Но что может сделать каждый из нас и прямо сейчас? Давайте сдадим ненужную вещь в специализированный контейнер. Теперь она будет повторно использоваться или отправиться на переработку. И это посильный вклад в будущее нашей экологии. Теперь ход за каждым из вас. Виолетта Басова, Камин Шеймарданов, Илья Андреев, Универньюс.